На юге Ирака взорвались две заминированные машины. Погибли 38 человек, более 80 ранены. Одно авто взорвалось у городского совета, другое не подалеку от остановки общественного транспорта. Медики говорят, большинство погибших гражданские. Среди раненых многие в критическом состоянии. Ответственный за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. НАТО должно адекватно реагировать на действия России, в том числе прибегая к силе и убедительным сдерживающим факторам. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг. Он напомнил, сейчас обсуждается вопрос об усилении военного присутствия в Польше и странах Прибалтики. Туда отправят дополнительно 4000 военнослужащих. Окончательное решение в НАТО обещают принять до начала саммита в Варшаве. Он пройдет в июле. Первый за 50 лет круизный корабль отправился на Кубу из США. Судно «Адония» отчалило от американского Майами. На борту 700 пассажиров. В ближайшее время оно прибудет в столицу страны Гавану. Напомним, этот рейс стал возможным после восстановления отношений между двумя государствами. Процесс начался больше года назад. Тогда страна возобновили дипломатические отношения. В Житомире активисты собрали самую большую пасхальную корзину. Ее размеры 2,5 на 3 метра. Все желающие наполняли ее традиционными пасхальными угощениями. В итоге собрали около тысячи куличей и больше 50 килограммов различных колбас. Рекорд зафиксировали представители книги рекордов Украины. Корзину осветили. Продукты отправят на передовую. Мы попробовали сделать что-то особенное для того, чтобы хлопцям хоть какую-то часть нас передать туда, чтобы им стало немного легче, чтобы они понимают, что они понимают, что они понимают каждый день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...